По одному из них, делу о мошенничестве и легализации денежных средств, полученных преступным путем, условный срок был заменен на реальный. По второму делу об оскорблении ветерана разбирательства продолжаются. За процессами всю неделю следил Дмитрий Кулько. На судебных заседаниях Алексей Навальный устраивал шоу. Сначала называл прокурора девушкой в подполковничьих погонах. На втором процессе по делу о клевете обзывал 95-летнего ветерана войны куклой с наградами, а его семью – проститутками. Особенно омерзительно родственник этого человека, который говорит, что так будет своим делом, который ничего не заображает. Грязь изо рта Навального, своего рода его фирменный стиль, лилась с самого первого появления на публике. Когда в нулевых создал национальное русское освободительное движение, был одним из организаторов русского марша. В интернете писал о жидах, на улицах, на радость скачущей толпы, выплескивал негатив Кавказу. Для своей тогдашней зигующей паствы Навальный первый блоги записывал отнюдь не как либерал, а как дипломированный националист. Все, что нам мешает, должно аккуратно, но твердо удаляться путем депортации. А еще советовал, как бороться с вполне конкретными, по его словам, жуками и тараканами. Ну а в этом случае я рекомендую пистолет. Выводя людей на улицы под разными лозунгами, Навальный проявлял чудеса изворотливости. Это, очевидно, одно из свойств его характера, которое, например, позволяло ему выходить почти сухим из воды в историях с денежными махинациями. Первым серьезным обвинением против Навального была растрата чужого имущества в особо крупном размере по делу Киров-Леса, когда в 2009 году он стал советником губернатора Кировской области. По версии следствия, Навальный вместе с другом создал фирму-прокладку между Киров-Лесом и покупателями древесины. И, прикрываясь именем главы региона, склонил директора предприятия к невыгодному контракту. Следователи позже почему-то закрыли дело, за что их отчитал председатель Следственного комитета. В итоге Навального суд приговорил к пяти годам, но условно. Позже на него и его брата Олега завели еще одно похожее уголовное дело о мошенничестве. Заявление подал топ-менеджер компании Ивроше Бруно-Лепру. Весной 2008 года Олег Навальный, являясь руководителем Департамента внутренних почтовых отправлений филиала ВГУП Почта России, автоматизированные сортировочные центры, обманным путем убедил представителей одной из торговых компаний с иностранным капиталом, ведущей свою коммерческую деятельность на территории Российской Федерации, заключить договор на осуществление грузовых перевозок почты с фирмой Главное подписное агентство. То есть вновь с фирмой-прокладкой, которая была зарегистрирована на семейную компанию в кипрском офшоре. Суд доказал, что Навальный украли миллионы рублей, ведь перевозками занимались другие. Олегу дали три с половиной года реального, а Алексею вновь условного срока. Тем самым он стал, вероятно, единственным в стране гражданином, одновременно дважды осужденным условно. Несмотря на такую привилегию, Навальный едва ли не каждый месяц отличался административными правонарушениями. А на обязательную регистрацию в органах не явился аж 50 раз. Любому, кто находится в том же положении, достаточно дважды уклониться от инспекции, чтобы попасть за решетку. Только в прошлом году из-за неявок суды направили в колонии более 11 тысяч условно осужденных. Назначив условный срок, суд Азамоскворецкий проявил снисхождение к Алексею Анатольевичу, беспрецедентное снисхождение. Вместе с тем Алексей Анатольевич нарушал неоднократно в период испытательного срока возложенные на него судом обязанности. Рубежным стал 2020. С начала года Алексей Навальный шесть раз проигнорировал регистрацию. Это еще до отлета на лечение в Германию. Предупредив несколько раз о том, что условный срок могут заменить на реальный, в СИН обратилась в суд. Верно ли, что в период с января по август 2020 года до вашей госпитализации в Омске 20 августа Вы шесть раз намеренно пропустили регистрацию в инспекции, в том числе дважды не явились в январе 2020 года, по одному разу в феврале, в марте, июле, а также 17 августа. Да или нет? Ответ неверно. Приговором суда была установлена моя обязанность являться в инспекцию два раза в месяц. Значит, с 2014 года по лето 2020 года я в вашу драную инспекцию приходил два раза в месяц. Я ходил несколько лет по четвергам, потом они захотели, чтобы я ходил в понедельник. Но я, извините меня, взрослый человек. Не спешил Навальный и после выписки из клиники, продолжая игнорировать предупреждения в СИН. Лишь спустя месяц он сообщил, что теперь живет в берлинском отеле, и ему нужно пройти некие восстановительные процедуры. Правда, документы, подтверждающие эти процедуры, не прислал. А вот в соцсетях на здоровье не жаловался. Выкладывал фото с пробежек, сначала по осеннему лесу, а потом по заснеженным дорогам. Находил время и на интервью, не оставив в СИН выбора. По прилете из Германии Навального задержали, а суд в итоге заменил ему наказание на реальное. С учетом проведенных месяцев под домашним арестом, Навальный пробудет в колонии общего режима два года и восемь месяцев. О том, что это дело вовсе не политическое... Сбылась мечта идиота. Если раньше фамилию Навальный нельзя было произносить на федеральных каналах, а с первого канала за фамилию Навальный даже увольняли, например, Кокуткина в 2018 году, то теперь якобы он не до блоггере, и никак он в кавычках не у политики, говорят все и вся. И даже Екатерина Андреева. Поэтому украинские хакеры взломали эфир первого канала и сейчас проведут программу «Время вместо нее». Так... Ох... Ибо у нас в Украине тоже там с трик-каналами сейчас разборка. Но мы не будем касаться этой темы. Минцифры предложил не считать местонахождение телефона тайной связи. Я-то уже думал, что все в вашем чекистском государстве давно прослушивается и просматривается номера телефонов на учете МВД, ФСБ и так далее. Но оказывается, не все оперативники пока еще имеют право отслеживать геолокацию, то есть местонахождение телефона. Ну вот, теперь эту правовую брешь исправили. О, а какой повод они придумали, чтобы узаконить слежку за телефоном? Якобы это делается для того, чтобы в кратчайшие сроки найти людей, которые потерялись. Ага, в лесу, например, где нет связи, где часто люди теряются, геолокация прям поможет. Для меня вообще удивительно, что до сих пор в несвободной России есть такое понятие, как тайна связи. А вот Минцифра это понятие как раз таки и ликвидирует. Тут мне скажут, но если надо оперативникам, так и так достанутся им данные о геолокации фигуранта какого-нибудь дела. Да, это все так, но не все так просто. Выводить геолокацию стальной связи надо не для оперативников, которые вас и так найдут, если захотят, а для тетушек, когда надо избить, например, фигуранта, а не посадить или вовсе грохнуть. К тому же выведение геолокации стальной связи операм МВД и ФСБ просто облегчит работу. Но это не самый изюм этой новости. Предложение у Минцифры, вот представьте, вы идете домой, не на митинг, а просто домой. А тут митинг! Все объявили ОМОНовцами, что просто мимо шли. Редко, но допустим, они вам поверили, поверили все ваши документы, отпустили, а наутро к вам домой заглядывают уголовный розыск и предъявляют вам обвинения в участии в незаконном митинге. Почему? Какие доказательства? Говорите вы, а следователь тычет вам данными с вашей геолокации, по которой было ясно, что вы якобы участвовали в митинге, хотя вы мимо проходили. Другой, например, пример, что вы потеряли телефон там, где происходит митинг. Все равно, с точки зрения российского права, вы участник митинга и будете подвергнуты административному аресту. Благодаря откровенной геолокации внешней, для что называется, всех желающих есть. И третий пример, когда вы прошли мимо, не нарушая границ какого-то охраняемого объекта, а телефон вам показал, что вы на этом объекте, все это трактуется как шпионаж для вас в честном виде. То есть, исключение геолокации из тайной связи влечет за собой посадку абонентов в места не столь отдаленные. А доказательная база будет как раз таки собираться сквозь открытые данные геолокации о вашем местонахождении. В России уже нет банковской тайны, органы с любой ксивой могут вломиться в дом, камеры на улицах за вами и за всеми следят, а теперь еще и тайну связи вашу ликвидируют на корню этой гребаной минцифры. Частично тайна геолокации уже ликвидирована. За людьми с признаком ОРВИ уже следят, опасаются, что они больны коронавирусом еще до подтверждения диагноза. Все идет к тому, что теперь пользование телефоном и заболевания будут строго запрещены. Зачем еще? Ну, кроме собирания доказательств в баз для уголовных и административных дел, нужна отмена тайны связи через геолокацию. Ответ очевидный. В связи с коронавирусом, видно, скоро примут закон или указ, например, о том, что по частным почетным дням можно будет ходить по правой стороне улицы, а по нечетной по левой. А отслеживать нарушения будут как раз-таки через геолокацию. Минцифра, одним словом, усиливает тотальный контроль над людьми в России и над абонентами в частости. В МВД запланировали объединение нарушки и прослушки. Нарушка и прослушка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Как и в предыдущей новости, это делается для того, чтобы ментам было проще сажать оппозиционеров в тупом репрессивном государстве под названием Россия, по-другому нет и быть не может. Но забавно, что на этом в ходе происходит не просто грозня двух медоведомств, ФСБ и МВД, о поглощении МВД со стороны ФСБ. То есть, кровавая гобня не доверяет ментам и хочет нагло лезть по поводу ИБС в дела МВД. В ИБК прям прямым текстом и написано, что цель реорганизации усиления контроля чекистов над ментами. А то вдруг, мало ли, нет-нет, да и перейдут ментовские на сторону народа, руководствуясь лозунгом «Навальнят полиция с народом». Поэтому их примитивно надо подавить, решили ФСБ. И Колокольцев, главный шеф полиции в России, не был особо против. В отличие, кстати, от Бастрыкина из СКР. То есть, еще раз, что происходит? В МВД объединяются два подразделения в одно, единое. Но это новое, единое подразделение наружки-прослушки-прослушки-наружки будет вовсе не под контролем генералов МВД, нет, а под контролем генералов ФСБ. И таким образом, ФСБшники у МВДшников отняли, отжали ряд полномочий. Курировать объединенную прослушно-нарушечную систему в МВД будет генерал-майор ФСБ, да, Михаил Литвинов. Вот так вот, путинская власть даже генералам МВД больше не доверяет. Помимо всего прочего, ФСБ в МВД будет заниматься как раз проектом СОРМ. Это такая спецпрограмма для слежки в сетях. Тут же всплывает в этой новости и другой факт. Казалось бы, да, ну и пусть ФСБ занимается СОРМом, ведь спецслужбы на то и спецслужбы, чтобы отвечать за спецтехнологии. Но ФСБшникам с чего-то вдруг понадобилось именно оперативный штат МВД. То есть, о чем может, что это может означать? А то, что недовольных российской властью внутри страны стало так много, говорят, что аппарат ФСБ уже за ними не успевает следить. И поэтому им понадобилась база оперативников МВД. Так и программы МВД. В РБК отмечают, что такая система, прикомандированных ФСБшников в систему МВД, получила одобрение только сейчас. Опа-на! Сразу после многотысячных акций протеста в поддержку Навального. Любопытно и то, что даже в СССР, где была настоящая война между МВД и пати сегодняшнего ФСБ КГБ, КГБ все равно не поглощало управление МВД по наружке и прослушке. Другие времена были, как говорится. Интересно, самим МВДшникам не обидно, что в их дела лезут спецслужбы. Кстати, еще одна деталь. Редовым сотрудникам МВД еще 22 декабря прошлого года объявили, что ими будут руководить ФСБшники в рамках системы грязни ведомств и схватки пульдогов под ковром, которые МВДшники, к сожалению, может, к счастью, проиграли. Так что теперь, когда вы видите машину ППС, ДПС или просто так пишет полиция, имейте в виду, что это уже больше не полиция, а ФСБшники под личином полицейских. И трепещите! Другая новость. Дипломатов трех стран Евросоюза высылают из РФ за участие в акциях протеста. О чем это говорит? Ну, конечно, о конфронтации со стороны России против западных стран. Вам все преподносит так, что якобы эти дипломаты участвовали в акциях протеста и чуть ли не скандировали лозунги в отставку Путина. Но на самом деле нет. Правда ли, что они во время митинга находились в местах, где этот митинг и проходил? Вот и все. Сами послы в митингах не участвовали. Ну, дипломаты. Вот, например, известный дипломат, шведский дипломат, просто сидел в кафе рядом с тем местом, где проходил митинг. И все. Никаких российских законов он и в помине не нарушал. Покажите мне тот закон, где нельзя гулять дипломатом по центру столицы. Такого закона нет. Но, тем не менее, ему дали пирог под зад сторонники Захаровско-Лавровской дипломатии на Смоленской площади и выслали из страны. А как я узнал про кафе, что он сидел в кафе, собственно. А доблестная нарушка ФСБ, уже чистая нарушка ФСБ без ментов, предемонстрировал кадры всем кремлевским СМИ о том, где находились эти дипломаты 31 и 23 января в Москве, соответственно. Ну, ладно, если они там встречались бы хотя бы с навальнистами, со сторонниками Навального. Так ведь нет. Один дипломат просто сидел один в кафе из Швеции, а другой дипломат из Германии просто гулял, ни с кем не встречаясь. Ну да, там, где проходил митинг. Ну и что, разве это основание для высадки из страны? Разве это преступление? К тому же в кремлевских СМИ все так предподносятся, что, мол, мы сами, мы журналисты, следили за дипломатами. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Нет, конечно. То, что ФСБ следит за дипломатами, это нормально. То, что результатом этой слежки явилось то, что гибель сгулял, а Швец сидел в кафе, не нарушая никаких законов. И на основании этого их выслали из страны, это как раз таки ненормально. Ну не знаю, у них действительно, у россиян тупое репрессивное государство чекистского типа. Теперь на основании этой вот вопиющей высылки дипломатов будут в ответ на хабские действия страны России введены против этой орды новые жесточайшие санкции. Вот вы знали, например, что шведы ответственны у вас в стране не только за дешевую качественную мебель из Икеи, но и за поставку качественных и недорогих продуктов в нашу страну, будь то картошка или сосиски в вашу страну. Являясь нейтральной страной, Швеция не попала в 2014 году под разрушительные для россиян ответные контрсанкции, когда из стран Запада, кроме Швеции, перестали поступать в Россию дешевые и качественные продукты. И вот теперь за высылку дипломатов Швеция может сама вводить контрсанкции, подзакрывает свои Икеи, и все, россияне остаются без качественной и недорогой мебели и еды. Спасибо скажут россияне, родному ФСБ и не менее доблестному МИДу России. Ну а Германия в ответ на высылку дипломатов может вообще угрожать целым спектром санкций. Она может заблокировать целые сектора российской экономики. Ну например, подзакрывать в России заводы Берседес, BMW, Фольксваген и вообще заплатить все немецкие машины машины в России. Тогда россияне на своей колыбаге вазовского типа будет кататься до первого поворота, что называется. Но я уж молчу про Северный поток-2 и удар Германии по газовой сфере России, если до этого дойдет, так как Газпром имел наглость открыть свои европейские представительства, в том числе и в Германии. Ну все, нафиг конец. А не надо было дипломатов высылать. Да еще дело так грубо и некультурно Россия воистину хамская будловатая страна. Помимо дипломатов из Германии и Швеции, Россия выслала из страны дипломатов Латвии и Польши. Теперь в ответ Латвия и Польша будут наращивать свою военную мощь как члены НАТО. У границ России могут даже разместить ядерное оружие США. У себя на территории и мало России не покажется. Россия не дипломатическая страна при путинском режиме. Она не привыкла договариваться. И высылка дипломатов тому лишь подтверждение. Вирусологи рассказали, когда в России могут ослабить масочный режим. Вопрос, конечно, риторический. Я бы даже сказал, истерический для вашего российского общества. Все потому, что мы до сих пор, в том числе и в Украине, далеки от понятия, что такое коронавирус, откуда он взялся и почему так быстро распространился по всему миру. Ответ на этот вопрос ставит нас всех в тупик. Исходя из этого, вирусологи мыслят категориями, что могут отменить масочный режим к концу лета. Могут отменить, а могут и нет. Все. Больше ни на что вирусологи не способны. Как в вашей стране, так и в нашей. Но вот тоже им я хочу задать вопрос. А как они вычисляют сроки отмены масочного режима? Ну понятно, что чем меньше заболевших и тем ближе солнце и весна, а также северные полушария земли, тем быстрее вероятность отмены масочного режима или значительное его ослабление. Но с точки зрения науки, именно вирусологии, это все должна вычислять какая-то специальная формула. а ее нет. То, что масочный режим будет отменен в июне, это лишь отдельное мнение отдельных личностей в науке. И все. Больше ничего. Вирусологи, правда, оправдываются, что они предполагают благодаря вакцине спутник и массовому ее применению удастся достичь коллективного иммунитета весной. А летом гуляй на все четыре стороны, хоть без маски, хоть без трусов. У кого-то кто-то будет гулять летом в России и даже без трусиков, если масочный режим будет отменен. Но пока же бегут люди прививаться, то тем, то там мы слышим, что от вакцины спутник умирают люди. Вот, например, в Казани учатся музыки, сделала себе прививочку. Ну, как сделала? Ее обязали сделать директор школы, где она преподавала, и все. Через 17 дней она умерла от коронавируса. Вот ваш спутник ВИИ. Вот поэтому он не запрещен на Украине. Такие новости просто подрывают доверие к вашей вакцине. Помимо этого, полгода прошло с момента изоблетения, и ваше российское государство все никак не может наладить масштабное производство своей вакцины. И даже заставляет западные страны делать ее у себя на территории. В Тамбовской акватории пусть они производят вашу вакцину. Да. Но нет, говорят западные страны, говорят, что не заставят нас, Россия, производить свою вакцину. Ибо западные страны сомневаются в безопасности вакцина от России. Пусть она пройдет все наши, в том числе украинские испытания салом чесноком и сертификацию в офисе Зеленского. Только лишь тогда можно допустить эту вакцину. Все, логический тупик в этих условиях. Очень трудно достигнуть коллективного иммунитета от ковида к лету. Ну и, конечно, все наладится, что этим летом 2021 год мы все поедем на пляж разных стран мира и вирусовги в том числе. Они мечтают об этом. Так что и поэтому заявляют, что коронавирус якобы будет отменен в 2021 году. Не надо было его поддиться тем россиян или у тебя коронавируса это ну правда. Там может даже если мы украинцы одолеем коронавирус к началу лета, то у вас в России произойдет другой какой-нибудь вирус и он всех укрохает. Я не знаю почему это не спешно. Хотя ничего смешного нет. Да я даю себе в этом отчет. Так что надейтесь на снятие ковид ограничений летом этого года. Нам вам власть Путин через намордники через обязательные ношения масок заткнуло вам рты на улицах и площадях объясняет коронавирусом. Из чего вдруг власть будет ослаблять поводок накинутый на гражданск общество в России весной 2020 года. Вирусовги отмечают что нет но летом 2020 года вирус ослаб нам разрешили прогуливаться в то время как на Украине шли концерты но мы с вами прекрасно знаем зачем это все было сделано ради референдума по конституции который позволил Путину вечно править Россией так что теперь кто первый сдохнет либо вирус либо Путин тот и победил да но ни того ни другого ожидать в 2021 году точно не стоит а после хоть и не 2020 года коронавирус вновь пошел в атаку но никто уже жестких мер не водил иначе был бы керудык российскому государству тут интересно еще и то что агитация с коронавирусом внутри России обостряется речь правда пока не идет про эпидемиологический смысл этого всего происходящего ковид диссиденты и безмазочники обратились в Верховный суд России с требованием отменить ковид ограничения первое заседание назначено на 14 апреля в суде даже вызван генпрокурор Кремля Краснов по этому поводу конечно скоро всего иск не будет удовлетворен но это лишь озлобит безмазочников и сподвигнет их на уже крайний немирный а сугубо вооруженный протест возрадующий Украин так что уже даже не до вирусологов правильно с этим идет другая история что власть объединяет своих граждан в том числе они не соблюдают массовый режим и чуть ли что не правовые люди виноваты в распространении коронавируса внутри России скоро нам ведут войска на борьбу с ковидом такие дела с вирусологами что вирусологи они ничего не знают а если не знают то это вирус и в кавычках нет такова ситуация в России и никто не думает что отменять массовый режим кроме брончалова но об этом позже вот над этой новостью я действительно жал долго более 27 россиян хотят пенсию аж до 50 миллионов рублей им как минимум нужно 20 миллионов на жизнь понятно что эти 27 откровенно зажрались но я жал на другом а какая собственно пенсия когда на нее выходит в 65 лет а средний уровень жизни в России сейчас едва не достигает 60 лет мало того что эти 27 получат пенсию не в 20 50 миллионов рублей а в 20 50 террорублей если они конечно не депутаты и не министры то есть большая доля вероятности что эти люди как и остальные 73 процента не получат ничего они получат пенсию в буквальном смысле лишь в гробу вот хочется спросить где эти 27 процентов опрошенных были когда в стране производилась пенсионная реформа по которой пенсию ты увидишь лишь в гробу а век человека особенно в России знаете ли недолго даже если ты дожил до пенсионного возраста нет гарантии что тебя за твою уже низкую пенсию и не грохнут это суровая российская неукраинская реальность куда там до пенсионеров миллиардеров даже само это словосочетание на русском языке как миллиардер пенсионер звучит для русского слова для русского языка и для русского уха крайне непривычно и является нонсенсом или ты миллиардера захотел а россиянин всю жизнь жили в нищете а тут вдруг на тебе пенсию 20 миллионов так не будет и не бывает мне интересно на что же рассчитывают эти люди нет ну какая пенсия 20 а то и в 50 миллионов когда по подсчетам экономистов из российской академии наук понадобится 4 года 4 года крайне жесточайших экономических реформ в России страны из шоковой терапии 90-х чтобы даже внимание по показателям ВВП опередить Латвию хрен там с Украиной Латвию 4 года шоковой терапии понадобится россиянам чтобы по уровню жителей опередить Латвию такую крошенную страну не говоря уж про сильных мира сего ну ладно депутатам хрен с ними по каким-то причинам ну наверняка СКР ФСБ МВД вас по каким-то причинам не заметили а вы ставили пенсию в 20 миллиардов рублей по другому в России такую пенсию не достичь так на что россияне хотят ее потратить то дома яхты нет первым делом по данным пенсионного фонда россияне хотят такие деньги потратить на путешествия по всему земному шару я сейчас открою большую тайну можно путешествовать и без 20 миллионов рублей в кармане вот у нас например в Украине люди путешествуют в Карпаты или в Чернобыль за меньшую сумму а в Чернобыле они вообще нелегально путешествуют а вам 20 миллионов на путешествия подавай вообще как это по-русски хотелось иметь пенсию от государства в размере 27 миллионов рублей чтобы от этого государства побыстрее свалить куда подальше на все четыре стороны таких людей как 27% россиян я много встречал на своем жизненном пути они думают что на пенсии заживут хорошо а в итоге когда стукает пенсия дойти до туалета даже не могут такова реальность бытия ну казалось бы хотят и хотят россияне пенсию в 2 миллиона рублей в 20 миллионов рублей мало ли чего люди хотят но тут новость из житейской бытовой переросла в политическую дело вмешалось премьер-министр мишустин и проиндексировал пенсию да теперь яхты виллы дорогие часы элитные костюмы доступны россиянам но только за 11 тысяч рублей настолько мишустин проиндексировал пенсии в 2021 году то есть россияне хотят ну минимум один лям на исполнение всех своих желаний а мишустин им говорит ну нате 11 тысяч рублей и все что это как не тонкий троллинг со стороны российского правительства и то индексация пенсии не касается работающих пенсионеров то есть складывается парадоксальная ситуация чем меньше ты в России трудишься тем больше у тебя пенсия а не наоборот так что видать россиянам не лямоны денег а просто лимоны в магазине и то один лимон в месяц на такую скромную дотацию ну это все хихи да ха ха если серьезно подходить к этому делу то что же получается что запросы у россиян растут пропорционально ценам на продукты а государство не может людей обеспечить качественными и недорогими товарами и услугами как например путешествия поэтому облом желаний людей выводит их на площади чтобы митинговать а в итоге это все приводит к ситуации 1917 года идет запись памятник Держинскому захотели вернуть на лубянку забавно как этот заголовок выглядит в рио новостях ну у нас телеканал 360 сейчас я взял из этого статью но не важно чтобы писатели и блогеры попросили мэрию Москвы вернуть памятник Держинского на лубянку да этих горе писателей первых и расстреляют потом ведь встает вопрос после возвращения памятника о возврате расстрелов блогерам отрубят интернет и они все рано но хотят вернуть памятник одному из основателей железного занавеса и практики массовой репрессии Держинскому Прилепину Пучкову Гоблину и Лесе Рябцевой явно из Кремля за такую инициативу проплатили а точнее наверное слубянки никакое это не их мнение а если их то пусть едут в Магадан варить лес раз уж они такие привержен приверженцы Держинского и политических репрессий в нашей стране можно долго спорить о том что ну вот у нас стоит же памятник Лена по всей стране и стоят и никому не мешают а памятник Держинскому вроде надо вернуть на Лубянскую площадь он там исторически стоял на его сконное место и так далее однако абстрагируясь от личности самого Железного Феликса возвращение его памятника на Лубянку будет если будет конечно символ возвращения власти габистов символом возвращения не просто власти габистов а тех самых норм и методов 20-х годов применимых к опозиции то есть это будет символом не просто возвращения памятника на Лубянскую площадь а возвращения того самого НКВД который увозил и расстрелил ни в чем не повинных людей у нас сейчас у вас сейчас в России власти габистов Зеленский с этим борется но им чтобы удержаться во власти неважно с Путиным или без нужен конечно яркий символ а самый яркий символ возвращения того самого зловещего КГБ это конечно будет возвращение памятника Держинского на свое исконное место не стоит забывать что когда вечером 22 августа 91 года снесли памятник Держинскому люди были не просто против него не просто против памятника или против Держинского а против той системы что называлось в советские периоды по разному НКВД НГБ КГБ а сейчас же что получается триумфальное возвращение той системы с пытками и репрессиями с репрессиями и пытками вот у нас уже в отделении полиции города Химки висит нагло портрет сталинского павача Ягоды который был выгнан из борделя за разрад то есть его расстреляли за репрессии при Сталине чувствуют и до возвращения потихоньку помаленьку красного террора внутри России основателем которого и был Феликс Эдминдович Держинский конечно для ФСБшников приемников советских кровавых гибистов возвращение Держинского прямо под окна их офиса будет означать только одно абсолютную власть внутри России против этого как раз таки и боролись люди в 91 году а в 2021 наткнулись на каких-то там блогеров и якобы на их весьма продажное мнение и как все хитрожопошно сделано ни правительство ни ФСБ ни даже Кремль здесь до юра ни при чем это простые это просто обычная просьба якобы обычных людей мэрии Москвы вернуть Феликса на Лубянку дать одобрение новому витку политических репрессий внутри страны а это в современных российских реалиях одно и то же но не стоит забывать также что сейчас на Лубянке вместо Феликса стоит советский камень как напоминание чекистам об их предшественниках что утопили страну в крови конечно им это неприятно видеть как народ в памятные даты собирается прям под офисами чекистов на Лубянке и отмечают годовщину террора их предшественников если раньше об возвращении Феликса если решение об возвращении Феликса Эндмундовича на свое исконное место удовлетворят то что будет с советским камнем его снесут или перенесут на окраину города и то и то получится крайне символично причем как эти блогеры писатели красиво изъясняются мол без памятника Держинского на Лубянке Москва утратила стала безвкусной частью исторического ландшафта страны серьезно если у вас исторический ландшафт страны и Москвы в частности офис спецслужб то это же какое может быть репрессивное и пандитское государство что главным лошам страны является со слов Прилепина Лубянковская площадь не Кремль не Красная площадь не какие-то там дома 15 века а Лубянка ландшафт исторический а страны это Россия это массовое убийство и угон людей в лагеря вот это действительно исторический ландшафт который поселился в головах всяких там писак типа Прилепина памятник Дершинскому является визитной карточкой Москвы говорят они всякие рябцевые ой ну я прям так и представляю вот например все иностранцы хотят по своей воле притом первым делом попаясь не в Кремль не на Красную площадь не в Гум а на Лубянку да если это так то они шпионы вообще-то а потом вот представьте обратную ситуацию если бы в Вашингтон на экскурсию люди летели самолетами и поездами не смотреть Белый дом или там здание Конгресс не прогулываться на лужайке около Белого дома а ехали бы например смотреть здание ФБР первым делом а как бы к ним отнеслись правильно как к шпионам и никаким не туристам все так что это лишь красивые изъяснения писак их ФСБ задействовало чтобы вернуть памятник основателю той самой кровавой губни и больше не для чего памятник если вдруг установят все равно его потом неизбежно снесут когда навальнята навальнистые придут к власти в России они не допустят да и другие люди чтобы в 21 веке в 21 году чекисты вновь получали премии вещами расстрелянных ими людей как это было при Держинском я надеюсь на это ну надежда моя довольно если честно думаю что памятник вернут все таки так закончу программу время с положительной новостью масштаб режим в Удмуртии отменен с 12 февраля этого года глава региона Александр Браничалов отменил что несмотря на отмену обязательного масштаба режима хитрожоп вышли Удмурты все равно будут носить маску в общественных местах зная как менталитет они не будут носить маску когда масштаб режим был обязательный а с чего вдруг они будут сейчас носить маску когда самый режим будет рекомендательный но тем не менее со слов губернатора можно судить о том что Удмуртия первым из регионов России справилась с коронавирусом не Москва не Питер а Удмуртия ну или Удмурты первые из регионов России которые официально на государственном уровне забили на коронавирус но интересно то что вот все равно несмотря на отмену ковид ограничений в регионах все равно приступает тупость брончавого оказывается до отмены масштабного режима в республике нельзя было родителям посещать детские садики детские садики Удмуртии превращались в настоящие зоны ну не зоны отчуждения а зоны не столь отдаленные а дети находились там в закрытии бедные дети ну все это решение он отменил причем даже в Удмуртии никто ничто не прививался вакцины там нет тем самым спутником В вакцину никто не делал на то теперь Удмуртия свободный свободный от всех оков от тряпок на лице разум Удмуртия восторжетовал до начала все правильно сделал без сарказма сейчас говорю единственное ну как бы это потом ему не аукнулось когда надо будет творить решим не только в его республике но и по всей стране Брынчалов единственный пока из губернаторов что отменил масштаб режим под диктовку даже не из Кремля а из Мэрии Москвы Брынчалову весной прошлого года был навязан этот самый масочный режим и Брынчалов сам понял что это решение антиконституционное и незаконное и антинародное и это решение ограничило права и свободу всех Удмуртов решение вести обязательный масочный режим на основе рекомендаций главного санитарного врача России Поповой и ее Роспотребнадзорской Попой режим масочный в Удмуртии сносят а люди как болеют так и продолжают болеть коронавирусом все зависимости от того как был в маске а кто нет это бессилие и капитуляция удмуртских властей перед новой формой гриппа ковид-19 всю Удмуртию мы потеряли она сдалась коронавирусу окончательно и бесповоротно а губернатор Белом Чалов это такой пораженец этой войны с вирусом так заметали следы Удмуртии потому что незадолго до отмены масочного режима ну прям по волшебству до раза упала вакцинация ублюдков то есть это самое заболеваемости коронавирусом то есть Белом Чалов я так понял подумал и почесал свою лысую башку что ограничение наносит больше вред чем сам вирус вот и решил отменить ограничение чтобы в Удмуртии был праздник смерти такой своеобразный чтобы вирус косил людей но тех кто не закосил М был не обременительно на улицах находиться самодурство и отмага у Брончалова идут в одном флаконе его лысой башки почему же то самодурство понятно то отменил решение то вел то наоборот почему же отвага а пошел на перевяз федеральным ведомством в частности Минздраву который заявил что масочный режим в России будет отменен только лишь осенью есть еще один резон отмены масочного режима это то что людей будут и начиная с 30 апреля когда был введен обязательный масочный режим не исчезно штрафовали за отсутствие маски собираясь с них от 15 до 40 тысяч рублей а в условиях когда работы нет и все разбиты вирусом бесконечно штрафовать власть людей не может им просто нечем штрафовать платить эти штрафы вот Брончалов и отменил масочный режим собрав перед этим себе в карман 2 миллиона рублей с граждан в виде штрафов на новую яхту Брончалов так сказать ковид бизнесмен но этот бизнес нельзя вести вечно и бесконечно а иначе нет да и случится революция вот от этой самой гражданки которую вы сейчас видите на экране она может грохнуть Брончалов например так что он отменил коронавирусные ограничения собрав 2 миллиона рублей с граждан и сделал это раньше чем Москва и Питер и другие регионы России так что теперь вы должны все на первом канале склониться перед удмуртами и перед удмурт ТВ а я совершаю эту программу программу время всем ю всем что посмотрите 55 минут всех пока Где эту запись остановить-то? Вот.